Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Уже сказал, теперь публикациям будут эпиграфы. К этой, думаю, подойдут в качестве эпиграфа такие слова. Навала рассказывает не больше и не меньше, как о взаимоотношениях Ричарда и Мадам Бонг. Напоминаю также этот отзыв часть моей новой публицистической книги «Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества Диск?». Она сборник моих отзывов на книги указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной составке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под публикацией. Новелла «Шпион Ее Величества» написана в 1998 году. Ее автор Джон Лэрд-младший или Сергей Шилов. Как я понимаю, это псевдоним Сергея Анахманса, сына Михаила Анахманса. Это опять ретроспекция. Действие рассказа происходит в 1963 году в Сингапуре. Ричарду 27 лет, в ходе рассказа ему исполняется 28 лет. Он агент английской разведки в Сингапуре, его звание капитан. По внутренней хронологии это получается третье произведение о Ричарде. Рассказ опять во втором томе Блэйдианы «Ричард Блэйд-герой». Вот как выглядит обложка опорника. Сюжет рассказа, видимо, принадлежит Михаилу Анахмансу. Поскольку этот рассказ, вернее этот эпизод, упоминается в повести «Ветра Катраза». Она была написана в 1994 году. Написана, понятно, Михаилу Анахмансу. Конспирология в рассказе я не заметил. Но он очень интересен другим. Это единственное известное мне художественное произведение о триадах. Об этих мафиозных структурах известно невероятно мало. Причем всем, включая правительство Китая. Которым, кстати, только участие в триадах карается смертной казнью. При этом известно, что могущество этих структур невероятно велико. В частности, известно, что они в свое время имели очень большое влияние и в Советском Союзе. И это несмотря на всю мощь КАБ. Сохраняют они большое влияние и в России. Кроме того, они имеют огромную мощь во всем мире. Известно также, что у триад есть собственная идеология. Но неизвестно никому толком какая. Как я сказал, это очень законспирированные структуры. Пожалуй, это самые законспирированные структуры в мире. Об идеологии триад с уверенностью можно сказать только одно. Она мистическая и считает, что цифра 3 обладает невероятной магической силой. Отсюда собственное название. Возникли они в средние века и изначально и близко не были к мафиозными структурами. Это были партизанские отряды, воевавшие против манчжорского императора из династиции Цена. Специалисты полагают, что их родиной был остров Тайвань. Это, пожалуй, все, что сегодня можно с уверенностью сказать о триадах. В новелле «Шпион Ее Величества» их деятельность показана изнутри и показана во всех деталях. Ох, где суперновлость! Впрочем, никаких великих тайн в новелле не раскрывается. В ней просто пересказана всемирно известная легенда о мадам Вонг. Правда, с некоторыми оговорками. Первое. Кульминационное событие этой легенды происходит не в 1947 году, а в 1963. Второе. И в очередной раз, как говорится, все было не так. Что, впрочем, характерно для пересказа многих легенд. Можно сказать и так. Действие легенды о мадам Вонг переносится на 16 лет вперед и ощутимо изменяется. Но суть при этом остается прежней. В новелле «Мадам Вонг» не красавица Шан, а ее зовут Мари. И она не жена, а дочь главы одного из самых могущественных триадов. При этом она любовница Ричарда. И по всему уже не первый год. Однако нужно отметить, любовь их не особенно горячая, и встречаются они не особенно часто. Впрочем, нужно отметить, что и Мари еще не мадам Вонг, а проститутка, цветок жасмина. И мадам Вонг, она становится в ходе действия новеллы. С какого перепугу дочь главы могущественнейшей триады должна быть проституткой, в рассказе деликатно умолчивается. Это, думаю, откровенный прокол новеллы. Предположить, что ее отец хочет, чтобы его дочь таким образом узнала, что из себя представляет ее безднестись изнутри, это, думаю, так и перебор. Хотя, как говорится, черт их знает. У Акунинову в «Алмазных колесницах» с ее главной героиней Мидури все примерно так и обстоит. О триадах, повторяю, неизвестно почти ничего. Пожалуй, также нужно уточнить, что мадам Вонг в 1963 года было бы 47 лет, Мариже – 20 лет. Но, учитывая сдвиг, легенда этой во времени нет, а тоже понятно. Сюжет новеллы следующий. Японские реваншисты решают с помощью триад обзавестись собственным нелегальным ядерным оружием. И воруют на территории США со специального правительственного склада – партию Плутония. Несмотря на то, что это окажется бредом, лично мне это бредом не показалось. Во всяком случае, я не буду удивлен, если узнаю, что триадом даже такое по плечу. Но Плутонии нужно еще доставить в Японию. А спецслужбы США, понятно, уже висят у похитителей на хвосте. Плутонии становится известным, что перевалочный пункт данной партии – Сингапур. И становится это известным не только американским спецслужбам, но и английским. И они поручают перехватить эту партию Плутония Ричарду. Кстати, американцы понятия не имеют о том, что англичане в курсе дела. Ричард обращается за помощью к Мари. Но, понятно, он просит помощь ему не непосредственно ей, а организовать немедленную встречу с ее отцом. Напоминаю, он глава очень могущественной триады, и с Ричардом они тоже очень хорошо знакомы. При этом Ричард хорошо осведомлен, насколько Мари умная и сильная женщина. Но даже для него оказывается неожиданность и очень большая неожиданность, насколько он ее недооценил. Дальше события начинают развиваться невероятно стремительно. И совершенно неожиданно. Что для Фабаэр, что для Мишесть, что для триад, что для самого Ричарда. Которому, кстати, Мари выносит смертный приговор. Но он остается жив. Но по одной единственной причине. Она в последний момент его пощадила. Но это не помешало ей стать главой триады и мадам Лонг. Каша, которую она заварила, тем не менее более чем впечатляет. Ричард оказывается втянутым в ожесточеннейшее противостояние Фабаэр, триад и японских реваншистов. Самое интересное здесь то, что триада, которая руководит отец Мари, становится его союзником. И самые впечатляющие свои операции он провел вместе с китайскими мафирузами. Но есть одно но. Описание деятельности триад – это сплошной экшен. Ничего не сказано об их идеологии, кодексе чести и культуре. Если у Акунина – японская тайная мафиозная организация «Алмазная колесница», имеющая многовековую историю, раскрыта детально изнутри, и становится понятным, что ее идеология та же, что и у другой организации, с которой начинается Фондариона, с организации «Азазель». Это идеология серых ангелов Ивана Ефремова. То здесь этого нет и близко. Получается, что триада Мадам Бонг, несколько десятилетий, наводившая ужас на всю Юго-Восточную Азию, это просто заурядная мафиозная организация. И единственное, что ей дало такую невероятную мощь, это незаурядность личности, собственно, Мадам Бонг. И, конечно, это разочаровывает. Хотелось бы узнать больше об этих организациях, которые много десятилетий смогли успешно противостоять двум самым могущественным коммунистическим режимам на нашей планете – советскому и китайскому. И приобрести огромное влияние во всем мире, при этом не допуская практически никакой утечки информации изнутри. Рекомендую новое лоппрочтение. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok